Всем любителям Японии! С вами Сергей Куваев из Японии. В общем-то, сегодня у нас такая замечательная новость. Ну, для кого-то замечательная, для кого-то печальная. То, что японское правительство выдвинуло, так сказать, взяло на рассмотрение новый план относительно энергетики атомной. То есть, собираются снова наши сильные миры всего запускать атомную энергетику в Японии. Ну, если кто не в курсе, то после Вкусимы, после 2011 года, большинство атомных станций, работа их была приостановлена. Сейчас вообще, по-моему, ни одна из этих станций не работает. То есть, они как бы находятся в таком восстановившем состоянии, таком незамороженном, а, в общем-то, ожидают запуска, как я понял. В общем-то, предложили новый план развития. Сейчас вот по телеку, в принципе, целый день новости эти идут. Развитие атомной энергетики. И планируется уже к лету запустить, там, по-моему, 10 станций, как я понял, из 50. То есть, не может японская мощнейшая экономика выдержать вот это энергетическое голодание, так сказать. Закупаться газом, там, у России сжиженным не получается у нее долго. То есть, решили все-таки запустить... Ну, не знаем, насколько это хорошо, насколько плохо. То есть, лично, у меня каких-то прям нет опасений, да, все-таки, я думаю, они вынесли урок предыдущий. То есть, усилили, там, меры защиты, я не знаю, то есть, какую-то повысили ответственность работников. То есть, наверняка, какие-то там были выводы сделаны, да, вот из сложившейся ситуации. Но большинство людей, наверное, вот в Японии все-таки негодует по этому вопросу. То есть, я думаю, сейчас, наверное, опять начнутся демонстрации, вот как было еще год-два назад, когда люди выходили там с плакатами, наверное, тоже опять сейчас активизируются. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. В общем-то, хотелось поделиться с вами, так как блог у меня Японии, надо быть, так сказать, оповещать подписчиков о каких-то таких интересных темах. Вот. Что еще можно сказать? Ну, лично я как-то не ощутил на себе именно подорожание электроэнергии какое-то серьезное относительно, допустим, времени до того, как атомные станции были остановлены и после. То есть, не знаю, я особо сильно не отслеживал, но счета за электричество примерно одинаковые. Как приходили, так и приходят. Хотя, по прогнозам говорят, что если станции не будут запущены атомные, то таким макаром электроэнергия повысится, цена на электроэнергию повысится минимум в два раза. Но это будет уже совсем дорого тогда. Если я сейчас плачу 5000 йен в месяц где-то в среднем, то получается сколько? Вот, 10 тысяч, это уже будет слишком дорого, считай, 3000 рублей только за одно электричество. Ну, надеюсь, никаких катастроф, катаклизмов не случится и японские, как его называются, эти работники станции и правительства, они будут более ответственно подходить к своим обязанностям, даже если что-то произойдет. Все-таки, как многие считают, основная ошибка, основная причина, так сказать, всяких этих неполадок именно с вкусимой была связана с тем, что люди там не могли принять решение, долго умалчивали, не находился человек, который мог взять на себя ответственность за происходящее, вот именно за эту ситуацию на атомной станции. И из-за того, что они потеряли время, собственно, все это вылилось в то, во что вылилось. Так, ну, в общем-то, ладно, сумбурно так получилось довольно-таки, не профессионал я во всякой этой энергетической канители. Но, я думаю, все будет у нас хорошо, цунами нас больше не побеспокоит, и землетрясения серьезные, энергетика будет восстановлена, и Япония вновь направится в светлое будущее. Ну, а вам я желаю тоже такого же светлого будущего. Ну, до скорых встреч, с вами был Сергей Кувая, всем пока.